Правительство Чувашии намерено расширить антикризисную программу помощи бизнесу и жителям республики. Новый пакет мер сейчас в разработке. Сегодня Кабинет министров обсудил часть из них. Государство готово подставить плечо в первую очередь тем предприятиям, которые смогут сохранить занятость и доходы своих сотрудников. Это, по мнению правительства, наиболее справедливая формула. Если вдруг кто-то остается за бортом этой поддержки, но говорит о том, что у меня 50 человек работает, ну, коллеги, ну покажите, система выдает у вас 2 человека, значит что-то не так. 50 человек работало, но 2 были оформлены официально, остальные неофициально, значит предприятие будет получать ровно на 2 человека соответствующую поддержку. Отраслям, которые сильнее других страдают от кризиса, правительство республики дает отсрочку по налогам. Максимально возможный срок до конца 2021 года. Предлагаются две основные меры поддержки для пострадавших отраслей. Для налогоплательщиков предлагается установить в 2020 году ставки на минимальном уровне, который сегодня позволяется налоговым кодексом. В частности, для организации индивидуальных предпринимателей, у которых объектом налогообложения является доходы, уменьшенные на величину расходов, 5%, и для организации индивидуальных предпринимателей, у которых объектом налогообложения является доходы, 1%. Это достаточно важная антикризисная мера, которая позволит снизить негативные последствия для субъектов малого предпринимательства. В качестве дополнительной меры поддержки Олег Николаев предложил распространить отсрочку по выплате страховых взносов на компании малого и среднего бизнеса. Кроме того, предприниматели и арендаторов, которые наиболее остро пострадали от кризиса, освободят от уплаты арендной платы. Сроки этих каникул три месяца, с апреля по июнь 2020 года. От срочки до конца года будут и по земельному и транспортному налогам. Меры поддержки более долгого характера, меры поддержки инвестиционного процесса в Чувашской республике. И мы уже закладываем форму поддержки тех предприятий, которые будут думать о будущем, о завтрашнем, о послезавтрашнем и будут реализовывать инвестиционные проекты. И если мы будем их совместно планировать и будем прогнозировать эти вещи, то соответствующие льготы, они возможны, и мы их уже закладываем на сегодняшний день. Более 8 миллионов рублей из бюджета республики распределят между муниципалитетами. Эти деньги пойдут на обеспечение средствами индивидуальной защиты и проведение санитарных мер. Их можно будет направить и на возмещение уже произведенных расходов в этой сфере. Наталья Мальчикова, Андрей Шоклев, Бахсиар Велиев, Республика.